Всем привет! Это хроники войны с Татьяной Поповой. Сегодня 99 день войны и мы поговорим о том, что происходит на фронте с поставками оружия с генерал-лейтенантом в отставке Игорем Мормоненко. Добрый день, Игорь Александрович. Добрый. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях. Нас постоянно банят, отнимая монетизацию, что не позволяет видео продвигаться, поэтому ваш репост, ваш лайк поможет распространить эту информацию. Игорь Александрович, если можно, сначала пойдем по линии фронта, а потом про поставки вооружений. По северскому направлению Россия оставляет определенные подразделения на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перекидывания наших войск на другие угрожающие направления. И с целью нанесения потерь силам обороны Украины, агрессор произвел огневое поражение артиллерии объектов районах Леоновка, Черниговская область и середина Будо, Сумская область. Скажите, можно ли вообще что-то сделать, чтобы вот эти обстрелы в якобы не военных областях прекратились? Можно. Надо наносить удары по средствам, которые это делают. Но здесь есть вопросы военно-дипломатические, поэтому пока происходит так, как происходит, поскольку это может привести к дальнейшей эскалации, которая нам на текущий момент не нужна. И поэтому вот на грани ведутся эти действия. Это касается не только Черниговского направления, но в таком же состоянии изведен вопрос с севера по Белоруссии, на Приднестровском направлении. Ну, Черниговское, Сумское направление. Как раз именно такие подходы, обстрелы, Харьковское, чтобы мы не смогли отвезти войска и перебросить в районы, где наиболее ожесточенные бои, я имею в виду Северодонецк, Колесичанск, Бахмут. Да, передвигаемся дальше, ближе к этому направлению. Слабожанское направление. На Харьковском основные усилия сосредотачивают на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего передвижения наших войск к государственной границе, и противник произвел огневое поражение позиций наших войск к северу от Харькова в районах Русские Тишки, Черкасские Тишки, Дергачи, Золочев, Пруденко и Слатины. На Славянском же направлении группировки завершили перегруппировку войск и после проведения наступательных действий овладели Довгеньким, 15 километров к югу от Изюма. Скажите, это опасная ситуация, то что они продвинулись на юг от Изюма? Конечно, я хотел бы напомнить, что вот Изюм на юг, Славянск-Раматорск и Северодонецк-Лисичанск, это те места и еще Днеб, по которым они хотели осуществить так называемые оперативные охваты. То, что мы отчасти сорвали в этой наступательной операции, то есть в марте месяце вообще эти стрелы и охваты такого окружения большого хотели осуществить в районе Днепра, это было сорвано. Теперь в апреле месяце Изюм и на юг, вот сейчас делают попытки, но сил на все не хватает. Это как бы второе направление по охвату, в народе называемые котлы. Третье направление это Краматорск-Славянск, там тоже, ну сейчас, так сказать, оборонительные бои ведутся, но это третье направление, где они хотели бы. Ну и в большей степени идут очень изжесточенные бои, это захватить и осуществить хотя бы в одном месте окружение наших войск, это Северодонецк, Лисичанск, Бахмут. Северодонецк, они большую часть города захватили, однако идут ожесточенные бои и воспринимать эту ситуацию как бы район оборонителей нас надо в совокупности. То есть Северодонецк, Лисичанск, который через реку на холме, то есть с точки зрения организации оборонительных действий, вот этот выгодно таким образом, поэтому мы перемалываем живую силу вооружения техники противника в этих районах, в частности в тяжелейших боях в Северодонецке. Они наиболее сложный вид боев с большими потерями, особенно для наступающей стороны, но имеют место потери у нас, конечно. Вот, значит, осуществляют и проводят эти оборонительные пути, не давая противнику, а он охватил в том числе с трех сторон Северодонецк и продвинулся в середине, осуществить этот оперативный охват или так называемый котел. Ну, я так понимаю, что они на этом Донецке, ну это называется Донецкое направление, сводка Генштаба, они на этом направлении пытаются прежде всего блокировать основные логистические пути на Лисичанске, Северодонецк. На Лиманском направлении ведут штурмовые действия в направлении Новоселовка-Яровая и захватили восточную часть Яровой, и, как я понимаю, восточную часть Северодонецка точно, а за южную, за западную часть, я так понимаю, продолжаются еще городские бои. Правильно. Да, извините. Ну, вот мы, в общем-то, как критизовали эту ситуацию, то есть мы знаем о задачах, то есть кроме вот этих охватов и по времени, то есть Краматор, Славянск, они планировали очлить охват и в мае месяце это не произошло. Ну, и теперь оставшиеся уже дополнительные задачи до 1 июня должны были захватить в границах область Луганскую и до 1 июля, значит, захватить Донецкую область. Кроме того, мы знаем, как они там сакрально относятся к датам, на 12 число у них День России, но что-то как-то хотели подарить, правда, неизвестно, кто и как будет дарить с точки зрения военного руководства Российской Федерации, потому что пропал где-то Дворников, у них продолжается чехардался руководством с военным. Мы знаем, как последние попытки пытался предпринять начальник генерального штаба, который является как бы отцом гибридной войны, теории и практики. Герасимов еле, значит, там пораненый смог уйти под ударов наших. Ну, и у Дворникова явно не получается с реализацией по задачам, цели и времени вот их второй наступательной операции, хотя, как мы видим, имея в виду то обстоятельство, что потенциал ПОКЕ пока еще превышает вооруженных сил Российской Федерации, потенциал наших вооруженных сил. Но если в начале войны, после первой операции, они потеряли треть этого потенциала, то по оценкам западных специалистов из оставшихся там две трети, они усиливали и людьми за счет скрытой мобилизации, призыва, и техники снимали с хранения долгосрочного, хотя мы знаем, что там с десяти делали там два-три танка и БМП, но все равно делали и формировали батальонные тактичные группы, которые к началу операции было где-то 92, а потом в ходе довели до 110. Большая часть из них, так сказать, нам удалось уничтожить или довести до уровня после боев, например, в рубежном, в Попасном, подразделения, которые от них занимались штурмовкой, оставались до 20% личного состава. То есть такие подразделения были вынуждены выводить, переформатировать, доукомплектовывать и так далее, но они уже были в небоеготовом состоянии. Поэтому вот такого рода боевые действия происходят сейчас в этом оборонительном районе. Ну и вы сказали, значит, Бахмутовская это дорога-дорога жизни по обеспечению, и вокруг нее тоже, значит, идут соответствующие бои. Да, продолжим тогда направление. Я очень прошу, Настя, чтобы вы карты чуть-чуть дольше держали, чтобы мы успевали обсудить, что где происходит. Продолжаем дальше. Бахмутовское направление. Здесь Россия производит штормовые действия в направлении Камышу-Вахи с целью взятия под контроль города и в случае успеха создаст угрозу оцепления наших подразделений в районах Горное и Золотое. А на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направления враг активных действий не вел, совершает огневое поражение наших войск, в том числе с применением оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, на Запорожском направлении пытались произвести огневое поражение артиллерии в тыловых районах наших войск. Цель нарушения систем, опять-таки, логистического обеспечения передовых подразделений вооруженных сил Украины. Видите, они начали бить по логистике. Баскидский туннель еще, по-моему, во Львовской области пытались разбомить вчера вечером. И вот попытки перекрытия дороги Бахмут-Лесичанск, окружение, опять-таки, чтобы затруднить подвоз дизеля, оружия, наверняка везутся даже гуманитарные грузы. Это более новое, кстати, да, мне кажется? Вот они так раньше конкретно по линиям снабжения не били. Они делают выводы из своих ошибок в проведении первой наступательной операции, если нам это удавалось в ней. То есть мы уничтожали направление, каналы поставки, логистики. И за счет этого у них большие колонны там через несколько часов оставались без топлива. Если бы потом по ним наносились какие-то удары к голову, хвосту, в середине, то разбегались. И таким образом чуть линии колонны могли захватывать эти. То есть они сделали выводы, у них есть возможности. Причем технику и выражение пока не превосходят, как я уже говорил, к сожалению, за счет этого. О нанесении такого рода удара, а также проведении штурмовок. Личный состав, кроме ЧВК, которые собрали везде по миру, где были и завели, они действуют профессионально достаточно. Но даже их, например, десантники и морские пехотинцы просто в этих боях теряют потери в личном составе, остается менее 50%. То есть большие потери. То есть они осуществляют, наносят удары авиацией, как вы уже говорили, тяжелым вооружением, артиллерией, минометами. И затем штурмовку производит пехота. Это легкое, если встречают сильное сопротивление, отводят и повторяют. То есть они начали в большей степени оценить личный состав, поскольку так быстро, как им хотелось бы, он не пополняется. Относительно вооружения мы видим уже, что не в этот район. В этот район ожесточенных боев все-таки заводят более современную оставшуюся технику. А вот в район Запорожья появились, ну, Мелитополь, нет, но там появились, по крайнейшему, они туда пришли со старой техникой, танками Т-62, которые сняты с хранения, вот и доставлены сюда. Здесь формируются, в том числе с Крыма, личным составом батальонно-технические, тактические группы. Но поскольку наши осуществляли нанесение контрудара в районе Запорожья, то эти силы использовать в районе Северодонецка, Лисичанска им, по крайней мере, на текущий момент не удалось. И это вот такой подход, не лобовой с нашей стороны, используя там преимущества в вооружениях, которые они осуществляют, а асимметричных действий показывает, что мы воюем профессионально, уже, так сказать, в условиях 21-го столетия, по-натовски, если хотите. Да, переходим. С учетом нашего опыта. Южнобужское направление, уже пройдемся до конца по сводке по всем областям. Агрессор здесь основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов ГСМ, инженерном оборудовании позиций. И планирует усилить группировку войск на Николаевском и Криворожском направлении. На Таврическом направлении, на полигоне Олежковские пески, осуществляет подготовку танковых экипажей, видимо, на вот этих самых снятых хранениях старых танках, о которых вы говорили. Если можно, покажите опять карту, а вы прокомментируйте, пожалуйста. Я хочу сказать, что на юге они решают две задачи. Отвлекают наши силы, поскольку в районе Запорожья и ближе к границе Днепропетровска, на Криворожском направлении, наши удачно нанесли контрудары, продвинулись на 8-10 километров. Им они вынуждены были реагировать на это. И поэтому силы, которые готовили на другое направление, использовали здесь с одной стороны, а с другой. На этих полигонах доставляется техника. Они не успели... Те батальоны технические группы, которые находились на территории России, резервы, они уже использовали. И это хорошо для вооруженных сил Украины, поскольку задача в этих боях высложить противника, его ослабить до уровня, когда он будет вынужден перейти к обороне. Ну, вот эти направления, кроме того, Приднестровская, они используют для того, чтобы удерживать наши войска, не давать возможность перебросить на другое направление. Но набрать своих столько войск и средств для того, чтобы осуществить задачу Путиным, которая была поставлена еще перед парадом о пробитии сухопутного коридора в Приднестровье, у них не хватает. Кроме того, мы знаем корабельный склад от Перим на юго-восточную часть Черного моря, чтобы наши средства и наши Нептуны теперь передали Бримстон. Это британские небольшие радиусы действия, ну и главное Гарпуны, которых они боятся, значит, поэтому уводят корабли, пометая там Москву, крейсер, ну и ряд других кораблей, которые были повреждены. Вот такими нашими действиями у них нет пока возможности, хотя они пытаются создать условия на ЗМИ, нам заводят туда средства противовоздушной обороны и средства залпового огня или ракетные для нанесения соответствующих ударов. Вот мы даем, как правило, возможность, они там формируют группировку и в нужный момент понаносим удары, уничтожаем, и они повторяют. Это такая Чернобаевка а-ля Остров Змеиный. Кораблиная Чернобаевка. Смотрите, да, по Черноморскому, Азовскому операционных зонах тут, помимо того, что они там укрепляются на Змийном, они же еще блокируют саму акваторию Черного моря, что не позволяет нам вывезти зерновые с прошлого урожая еще. И, кроме того, они оставляют там ракеты-калибр морского базирования, по-моему, около 16, да, говорят о 16 суммарного залпа ракетах, которые сейчас находятся в акватории, готовые к использованию. Ну, они, в принципе, готовы, но выводят на стартовые позиции всего один корабль с 8 соответствующими ракетами, поскольку боятся, что будет нанесен удар. Что касается разблокирования наших портов и вывоза зерна и остальное, я думаю, в ближайшие месяцы все-таки этот вопрос должен быть решен. И там просматриваются три этапа. Для того, чтобы помочь им в этом, и вот, имея в виду, значит, их удары, они некоторое время приостановили скорее объемный срез из подводных лодок, можно, наверное, и нужно будет нанести удары по этим средствам. Первый этап они не уважают, а чувствуют и реагируют на силу. Вот им надо дать понять таким образом, что к чему. Следующее, надо перейти к троллению, то есть коридора от портов южных, по которым будут сюда вывозить вот такого рода товары. И потом, скорее всего, на третьем этапе формировать корабельную группировку кораблей и сопровождать проведение этих судов. На текущем этапе мы имеем... Говорите о кораблях стран НАТО, не о наших кораблях военных, а НАТО. Не только стран НАТО, но и те, куда, например, будет вывозиться зерно. То есть, например, предлагается в этом поучаствовать Египту. Но тут позиция важна Турция, потому что надо пропустить через проливы. Но вот такая работа усиленно ведется. И они даже, более того, исходя якобы, подчеркиваю, из гуманитарных подходов соглашаются на какие-то такого рода варианты. Но со своим условием снятия санкций. Ну, относительно этого разговора быть не может. А с этим раньше, позже, я думаю, решится. Но они уже начали говорить о снятии санкций сугубо с их кораблей. Они уже не говорят о полном снятии санкций. А вот, типа, снимите ограничения, по-моему, на заходы в порты и на страхование российских кораблей. Что-то такое они сейчас уже говорят. Нет. Я понимаю, то есть, ну, если мы помним о переговорном процессе, то в первый месяц он сводился к тому, что они привозили ультиматум, показывали его и говорили, что надо его подписывать. Да, а потом все это начало меняться. Меняется сейчас и поменяется принципиально. Это не наше время для ведения с ними переговоров. Вот, мы уже с вами мельком обсуждали это. Нам надо остановить противника. Первый этап сейчас. Затем нам надо сформировать стратегические резервы. В ускоренном порядке это, значит, обученные люди на современную технику, которая поступает сейчас. За счет этого превысить потенциал помощности своих вооруженных сил над российскими. И вот это создать условия для проведения код наступательных операций, в ходе которых можно будет, значит, очищать нашу землю от противника. И тогда наступит время, значит, наших переговоров. А пока мы реагируем таким образом, что давайте приводить до 24-го, и мы начнем эти переговоры. Если вы это не делаете, нам с вами не о чем говорить. Игорь Александрович, а поправьте меня, если я не права. Правильно я понимаю, что пока они находятся на Змеином, россияне, я имею в виду, их военные, и там, по-моему, вот несколько дней в сводках была информация, что они еще туда грады завезли зачем-то. Ну, то есть они могут градами обстреливать проходящие корабли. Пока они находятся на Змеином, нельзя говорить о том, что порт Одесса может быть разблокирован. Да, и, значит, они таким образом пытаются обеспечить проведение морской и воздушно-десантных операций, но просто наличия на Змеином этого недостаточно. А наличие у нас вот того оружия, который мы перечисляли, противокорабельный и так далее, гарпуны, нептуны, бремсто, значит, их охлаждает с этой точки зрения. И поэтому, когда уже будет, в общем-то, видно, что можно будет действовать, тогда можно будет сбивать их потенциал на Змеином корабе. Пока я думаю, что следует наносить удары по их корабельным средствам. И это их подтолкнет к тому, чтобы перейти к разблокированию портов, как это требует, скажем так, мировая общественность в целях предотвращения голода в ряде стран. В первую очередь Африки, но в ряду других. Ну и переходим к моей любимой части нашей с вами обычной беседы. Это поставки оружия. Вот сегодня сотрудник пресс-службы Министерства обороны опубликовал такой пост, что High Mobility Artillery Rocket System M142 уезжает на вооружение в ССУ. Точное количество этих РССУ для Украины и спецификация боеприпасов не разглашается. Но известно, что High Mars вошли в новый пакет военной помощи для Украины, подписанный Байденом 1 июня 2022 года. High Mars несет 6 ракет для залпового огня и одну ракету MGM-140 АТА-СМС по принципу «стреляй и беги». Расскажите потом, что это я не совсем понимаю. И дальность стрельбы более 70 км обычным снарядом и 300 км боеприпасом Army Tactical Missile System. А вот оперативно-тактическая ракета какая-то есть, ПРСМ, которая летит вообще 500 км. Знакомство с этим РССУ должно очень понравиться русским и останется незабываемыми впечатлениями гостеприимной встречи в Украине. Как вы можете прокомментировать? Это подача такого пропагандистства, я бы сказал, толка. Приятное уху союзников Украины. А теперь к реалиям. А реалия заключается в том, что, конечно, важно принципиально принять решение по поставке такого рода оружия. Но, во-первых, первая партия – это всего 4 машины колесных, легкий вариант, который несет только один пакет из шести. И управляемые ракеты до 40 км, управляемые до 70 км. А вот та ракета, которая на 300, не говоря уже на 500, они нам просто пока не дают. Объясняет, что вдруг мы нанесем удары по территориям Российской Федерации. Это приведет к эскалации и так далее. Но, значит, такого рода техника британцы приняли решение. Теперь уже МЛРС. Это гусеничный ход у нее. И поставки М, значит, Multi Launch Rocket System. То есть многофункциональная пусковая установка ракетных систем. Там два пакета, более мощные. Ракет, правильно я понимаю? Вот пакет. Пакет, это, значит, шесть, вы об этом говорили, это по три, значит, друг на другом. Это вот те, которые неуправляемые, 40 км, управляемые 70. Или одна ракета, которую стреляет, там, беги-беги для того, чтобы не нанесли по тебе удар, а ракета будет потом, то есть она после пуска будет наводиться. Но такую ракету, которая вот нам дальнобойные возможности улучшила и появились такого рода, они пока не дают, к сожалению. Но так или иначе наши войска будут осваивать то, что поступает. Но я еще раз хочу обратить внимание на то, что мы тут иногда скатываемся на подсчеты каких-то отдельных, значит, от Франции, там, десяток, там, с Италии, с семь, понимаете, даже современное оружие, но они же принципиально не решают ситуацию. Нам надо говорить с нашими союзниками, поскольку задачи изменились от наших оборонителей, которые мы еще должны их остановить. Эта задача до конца пока не выполнена с их помощью. А перейти к тому, чтобы понизить потенциал вооруженной силы Российской Федерации и в целом государства, чтобы они в ближайшее время не смогли проводить агрессивные действия. А это требует превышения нашего военного потенциала. Я подчеркиваю, в совокупности. То есть надо дать столько современного вооружения, а мы подготовим людей на этом вооружении, чтобы потенциал у нас для начала уравнялся, а этого нет пока, а потом превысил потенциал вооруженной силы Российской Федерации. Тогда можно говорить о той задаче, которая сформулирована была в Ранштайне. То есть нашим союзникам об этом надо помнить. И каждый раз, раз за разом, дали там четыре машины или дали пятьдесят даже машин, а потом смотреть, а к чему это привело? И вот в таком ключе говорить, потому что задача еще сформулирована, когда Ранштайн первый был. А мы уже, так сказать, а все это время, когда это не реализуется, хотя бы выравнивание военных потенциалов. Это объективные законы войны. Там, где нет современного вооружения и техники, там приходится платить жизнью солдат. И мы должны это помнить каждый день, каждый час и каждую секунду. И мы знаем, какие потери сейчас в Северодонецке, Лисичанске и Бахпут в этом районе. Вот только такой подход в работе с союзниками. Тем более, что мы же видим, например, Бергия согласилась, а потом специальные фирмы подняли в десять раз цену вооружения, там самоходные артиллерийские установки, которые они собирались передавать Украине. Швейцария запретила, немцы одни разговоры о додействии, как до Луны, потому что все это будет. Системы с пафосом, которые Шольц там излагал в своем парламенте, где-то к осени. Что будет к осени, это еще вопрос. Немцы тоже какие-то системы МЛС вроде как передают. Я вчера видела об этом сообщение. Обещают передать 4 реактивные системы залпового огня Марс-2. Милитария, артиллерия, ракет-систем, да. Марс-2. Да. Вот в этой фразе вашей главное слово обещают. Немцы из того, что сделали, там патроны, боеприпасы, ну деньгами миллиард обещали, там, по-моему, 300 миллионов евро дали. То есть вот от обещаний до реализации канцлер выступает, говорит о помощи, там, это было 7 аплодисменты в парламенте. А министр обороны после этого говорит, все это хорошо, но у нас в бундесфере нет такой сейчас техники, которую можно было передать на основании решения канцлера и правительства. Вот и подходы соответствующие. Что еще из переданной техники, уже переданной, да, и которая известно, что она уже есть, показала себя достаточно хорошо? Switchblade, дроны Камикадзе. Но весь вопрос, даже вот передавали партии 100. В этой партии там 90, Switchblade 300, и там 10, и то не сразу, еще позже, Switchblade 600. То есть дроны, которые могут уничтожать бронированные техники, а Switchblade 300, это такая крылатая пехотная граната. Важна? Да. Нужна? Конечно. Но она не решает вопрос, и не решает вопрос реализации той цели, о которой они сформулировали на Рамштайне. То есть в этой жизни все как бы зависимо. И поэтому с ними надо работать в этом подходе. А что это за система какая-то, то ли она называется крапива, то ли это что-то, как я понимаю, это артиллерия, соединенная с беспилотником, который показывает, как ведется. Это еще с прошлого века, в общем-то, занимались, тогда не хватало уровня научных разработок. То есть разговор идет о разведно-ударном комплексе. В текущем времени, я подчеркиваю это, в текущем времени средства разведки находят цели противника, причем с глубин, начиная с поставок тыловых, и ближе, так сказать, фронту, передает эту информацию на огневые средства, которые могут быть артиллерия, системы залпового огня, ударная авиация, армейская авиация, вертолеты, сразу вводятся в их системы управления оружием, и они наносят удары вот всеми этими средствами. И поэтому различные есть направления. У американцев это реализовано, частично имеет место и у россиян, но на такого рода оружие, например, и даже в самолетах современных, российских, у них не хватает подготовленных пилотов. Смотрите, мы позбивали, они сейчас очень боятся потерь, очень аккуратно себя ведут, там никакого превосходства в воздухе нет, хотя в течение первого месяца, несколько раз войны, были заявления, что уничтожили противовоздушную оборону. Наша противовоздушная оборона, пока со старыми средствами средней дальности и малой дальности, а также с партизанскими переносными зенитными ракетными комплексами не дает возможность им как раз осуществить это преобладание. Хотя по количеству летательных аппаратов это есть, но уровень подготовленных летчиков, которые могут применять вот такое вида оружия, о котором я говорил, то есть обнаружили, передали на огневые средства, и они подавили эти цели, то есть это оружие, этот комплекс, разведно-ударный комплекс 21-го столетия. К сожалению, есть такого вида оружия и у россиян не так много, как в Америке или в развитых странах НАТО, и, конечно, мы заинтересованы, чтобы такое оружие появилось у нас. Я понимаю, у нас как раз есть, вот у меня был, правда, капеллан 30-й отдельной механизированной бригады, вот у них прям вот эти моменты поражения цели, это как голливудский блокбасс, там шикарная камера, там шикарно все снято, летает беспилотник, который наводит на цель, я так понимаю, какую-то артиллерию, я не знаю какую, я не понимаю, из какого оружия они обстреливают, но выглядит это великолепно, в цвете, с высоким разрешением, с очень качественной съемкой. И, ну вот, Латынина у себя в программе пыталась расспросить военного эксперта про этот комплекс «Крапиву», который наш, о котором никто ничего не может толком рассказать, что это какой-то планшет, какой-то беспилотник и какие-то системы артиллерии. Я вам в целом сказал, как это происходит. Разведные средства, наземные, воздушные, обнаруживают эту цель, в текущем времени передают на ударные, это может быть артиллерия, о которой вы говорили, это может быть ракетный комплекс, это может быть система залпового огня, ударная авиация, армейская авиация, то есть вертолеты, которые по этому целеуказанию, а это значит на этих средствах должна быть соответствующая система, можно иметь гаузь, систему управления, которую американцы нам дают, перевозимую, буксируемую, а можно иметь цезарь или палагин американский или цезарь французский, где есть система управления и при сбросе целеуказания в цифровом виде на эти средства автоматически пушка разворачивается и производит выстрелы, которые накрывают эту цель, понимаете, или на ракетный комплекс. То есть, когда со средства, вы привели пример беспилотный летательный аппарат или летательный аппарат, если фиксируется эта цель в текущем времени, сбрасывается на средства поражения, те производят соответствующую стрельбу по уничтожению цели. Вот и все. А вот то, что вы сказали о том, что россияне перестали залетать глубоко, ну, да я так понимаю, что они даже там в зоне боевых действий сильно глубоко не залетают, они там раз выстрелили и улетали. Сегодня Стрелков жаловался, что вот совсем уже стало все плохо, у украинцев какие-то такие системы ПВО отработанные стали появляться. Ну, я просто помню 24 февраля, у меня над домом был воздушный бой. То есть, я помню эти звуки, помню, что я видела в небе. Спасал ситуацию по взлету с аэродрома в своих товарищей и погиб 24 числа. То есть, много очень героических поступков с нашей стороны летчиков, я имею в виду. И поэтому, ну, Стрелков пускай дальше печалится, потому что эти возможности наши будут расти. И, то есть, мы не говорим прямо и явно, что самолеты, они нам сейчас будут поставлять. Вот запчасти поставляют к разным. Мы восстанавливаем, потому что у нас парк есть за счет того, что вот запчасти вот так. Хотя есть МИГ-29, польские варианты, так и не решились, не Америка с Польшей, так сказать, передавать в целом вот эти модернизированные причем самолеты. Вот, но разговор идет о том, и работа соответствующая, что переучится, в принципе, на американские самолеты F-16, возможно, F-18 и F-35. Вот такой набор. Почему набор? Это отдельный разговор, о них соответствующие возможности есть. Но для наших летчиков это совсем другое качество самолет. То есть, пока то, что у нас есть, это советские образцы 20-го столетия. Вот, а это оружие уже 21 века с возможностями темы, о которых мы говорили. То есть, им могут сбрасывать цель-указания даже в ходе полета. Не так, как это делается в советское время. То есть, перед стартом изучаются цели, все остальное делается, конечно, такое. Но вот эти самолеты могут получать цель-указания в воздухе, сразу наносить удары. И, например, F-15 это тот самолет, который несет наибольшее количество на себе вооружений. Это текущий момент, который наносит удары по целям. Поэтому в комплексе можно впереди запускать F-35 с американскими летчиками. Может, придет и к такому ситуации. Но просто по самолетам. А дальше и наши F-15 вот с таким набором вооружений и F-16 или F-18 более легкие, но со своими необходимыми функциями. Так что, ну вот, мы с вами даже помечтали о чем-то в этом плане. Ну, мечтать там активно работает украинская лобби сейчас в Вашингтоне именно по поводу самолетов, насколько мне известно. Да, мы можем позволить себе как бы поговорить и так. А с точки зрения официальных лиц нашего государства, военно-политического руководства, заявление должно быть очень аккуратным, поскольку американцы к этому чувствительно относятся, и не только американцы. Да. В любом случае, я думаю, сначала, если что, пойдут польские вот эти миги, о которых Вы сказали. Так, у нас тут масса вопросов. Я опущу комментирование моего внешнего вида. Вот первый вопрос. Как Вы относитесь к деятельности в сетях советника министра внутренних дел Герасченко? Вчера он напомнил России про тоннель сквозь Карпаты. Кто его остановит? Что Вы об этом думаете? Ну, русские же попали, поэтому... Ну, или они где-то стреляли в том направлении, насколько я понимаю, вчера. Да. Они, меркам мы с Вами об этом говорили, то есть ставят задачу уничтожить логистику поступления топлива, боеприпасов, техники Запада. И у нас имеются известные достаточно железные дороги, проложены узкие места в этих... Они били под станцией электрическим. А что это означает? А это означает большие эшелоны. Это, как правило, эшелоны с техникой тяжелой, которые идут с вооружениями. Значит, на участках где-то подъемов подключались эти подстанции и позволяли таким эшелонам проходить медленнее, но не задерживаясь. Если разбивать такие подстанции, эшелоны надо дробить на более мелкие. То есть, замедляет все это. Ну, тоннель тоже понимаемый, что если есть тоннель, это узкое место. Если его, значит, как-то уничтожать, не весь, а наносить ущерб какой-то, который бы приводил к приостановке его функционирования, то это останавливает в целом поставки топлива, значит, поставки вооружения, оборудования, которые нам необходимы. Поэтому мы ведем борьбу. Значит, на таких дальностях, как правило, они уничтожают, наносят удары ракетами, в первую очередь, крылатыми ракетами. Ну, а по части баллистических ракет, такие как в Искандере есть М, к сожалению, оружие у нас противовоздушное, а это противоракетной обороны, просто нет. Мы научились сбивать старой советской технике крылатые ракеты различного вида, а вот такого баллистического, значит, пока такой возможности у нас нет, поэтому мы и говорим о том, что бы предоставляли. Ну, немцы на словах это делают к осени, вот, а насколько это возможно, посмотрим, но остальные тоже это отдельная тема для разговора по ПВО, из которого это входило. Так, еще есть вопрос от Дмитра Напалм. Интересно, зачем Польше 600 штук хаймарсев? Что они собираются с ними делать? Передавать нам или что? Я думаю, в такие ситуации. Ну, во-первых, мы знаем заявление, в том числе официально даже представители Украины, посолок Польши, сделал заявление, что у россиян, и это действительно так, отработаны планы нападения на Польшу. Их политические представители, лидеры делали заявление, что рубежи, на которых надо останавливаться, восстанавливаться и то временно в войне, в специальной операции по Украине, это восточная граница Польши. То есть, надо занять всю Украину, а потом наносить удары и по Польше, и по странам Балтии. Поэтому планы такие есть, к ним надо относиться серьезно, и поляки это делают, они и Патриот закупают, и Перуны у них, переносные комплексы, ну и так далее. Если они передавали нам Т-72 танки, то им поставки осуществлялись более современные, потому что это страна НАТО, внутри они это решают, не обращая внимания на россиян, здесь больше, так сказать, то, что поставляется нам. Поэтому в том числе эти средства хорошо, что есть в Польше, они могут ими защищаться, и может быть, есть возможность помогать нам. То, как они помогают и сколько, я говорить не буду, однако они четко понимают степень опасности и поляки в первую очередь у них хорошо с исторической памятью, они представляют, что такое Российская Федерация, что и как они могут себя вести, и поэтому соответствующим образом укрепляют свою обороноспособность и помогают вооруженным силам Украины. Но вам не кажется, вот я согласна с Дмитрием, что 500 хаймарсов это много для одной Польши, я так понимаю, что просто больше ни у какой страны. Может, разве что у США есть такое большее количество. Военного потенциала в ситуации, когда в соседнем государстве ведется война с таким противником, мало не бывает. Хороший ответ, принимается. Спасибо вам большое. Может быть, вы хотите что-то добавить еще, о чем я не спросила. Я хочу сказать, чтобы наши граждане относились к ситуации, которая складывается на фронтах, меньше эмоционально, более прагматично. мы сейчас боремся за тот этап, когда остановим противника, его продвижение по нашей территории и переведем в состояние обороны, оперативные паузы и будем активно готовиться к укреплению, повышению военного потенциала наших вооруженных сил, готовить их вместе с народом нашим к проведению контрнаступательных операций по очищению нашей территории от врага. В этом оптимизм, в это надо верить и надо помогать нашим вооруженным силам. Все будет Украина. Спасибо большое. Напомню, что это был 99-й день войны, хроники войны с Татьяной Поповой. Мы говорили о том, что происходит на фронте с поставками оружия с генерал-лейтенантом в отставке Игорем Романенко. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и увидимся завтра.